МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году у конкурса юбилей 15 лет, в связи с чем победителям организаторы подготовили сюрприз. Суть его пока не раскрывается, но к нам просочилась информация о том, что правительство республики собирается победителей отметить особым знаком, сделанном в Хакасии. Его можно будет размещать на товар, и знак будет являться показателем качества. Делать деньги может не только маститый финансист, но и бывший студент. Главное, чтобы не только руки, но и голова была на месте. Сегодня Андрей Салтукаев бизнесмен, делает мебель, а еще пару лет назад был безработным выпускником вуза. Решение открыть собственное дело Андрей принял сразу, как только узнал, что правительство готово помочь деньгами. Теперь уже сам Андрей помогает студентам. Девушка сейчас, она проходит практику дизайнера, то есть непосредственно в этом столе заказов. То есть ребята, которые непосредственно хотят работать на производстве, то есть взяли их на производство. Студенты пока на подхвате. Основную работу на станках делают опытные сборщики мебели. Кстати, именно это оборудование предприниматель купил благодаря гранту правительства Хакасии. Станок не дешевый, но, как говорят мебельщики, он того стоит. Вот, можете сами наглядно посмотреть. Аккуратненький, ровненький срез. Соответственно, и мебель получается ровненькая, без щелочек, без зазоров, качественная. Правительственные деньги просто так не раздают. Начинающему предпринимателю нужно составить бизнес-план и вложить часть собственных средств. Тогда государство добавит из бюджета до 300 тысяч рублей. Получить бюджетные деньги на собственное дело могут не только начинающие предприниматели. Тем, кто в бизнесе больше года правительство Хакасии выдает субсидии на покупку оборудования. Приобретать можно столько, сколько хватит собственных денег. А потом бюджет вернет сумму до 1 миллиона рублей. И это не предел. Есть субсидии до 3 миллионов. Если у фирмы численность сотрудников более 50 человек, то субсидия может достигать 3 миллионов рублей. Абсолютно все те же условия. Единственное ограничение – это именно численность работающих. На этой неделе курс валют вел себя непредсказуемо. Доллар дважды падал по отношению к рублю. Рынок ценных бумаг также не принес ощутимого роста. Мой вам совет – не гонитесь за виртуальной прибылью и вкладывайте заработанное в собственный бизнес. А через неделю я вновь расскажу, как это лучше всего сделать. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok